Всем привет! Спасибо, что пришли на следующий доклад, который посвящен Fold Tolerance и Fold Tolerance системам. Пару слов о себе. Меня зовут Изет Мустафайф, я работаю в компании Pump Systems. Основное направление является Java разработка. Помимо Java я также интересуюсь такими языками программирования, как Groovy и Ruby. Но для себя я в последнее время открыл такие языки, как Ирланг и Эликсир. Также не обошел меня и Agile, и Клинкод практики, и DevOps направление. Итак, давайте познакомимся с агентой на сегодняшний доклад. В первую очередь я расскажу, почему нам нужна Fold Tolerance, и вообще почему мы должны об этом как-то заботиться. Дальше мы рассмотрим несколько философских моментов за Fold Tolerance системами. Познакомимся с несколькими тулами для обеспечения Fold Tolerance ваших продакшн-систем. Также мы разглянем паттерны, с помощью которых можно обеспечивать Fold Tolerance для продакшн-систем. Немного такие high-level дизайн-концепции, которые стоят за Fold Tolerance системами. Будет небольшое демо, и просуммируем все, и у вас будет возможность задать мне вопросы. Итак, почему нам нужно беспокоиться о Fold Tolerance? Как многие из вас уже в курсе, мы работаем в эру клаудов, и клауды под собой подразумевают то, что у нас система распределенная. Даже если у нас есть просто application сервер и база данных, то мы уже имеем distributed системы. То есть система, в которой один из узлов может отказать. В distributed системах получается у нас больше всяких движущихся единиц, в которых каждая из этих единиц может отказать. Представьте себе такую ситуацию, что сайт amazon.com, например, не работает одну секунду. Эта секунда Амазона будет стоить порядка полутора тысячи долларов. А если Амазон будет лежать порядка одной минуты, то если бы мы получили эти деньги, мы бы на них могли купить BMW 6 серии Grand Coupe, что в принципе круто. Ну а за один час мы бы стали уже миллионерами. Еще небольшой пример, для кого Амазон может быть не является авторитетом. Ну, Google, по идее, все знают, про Google каждый день пользуются. Ситуация такая же, только цифры немножко выше. То есть за секунду уже 1800, ну тоже прилично. Ну и за час на один миллион миллионерей, что ли, мы можем стать по сравнению с Амазоном. Вот такая, как бы, корреляция, то есть это то, почему важно, чтобы система была устойчивая, система была available. И fault tolerance – это, как бы, один из концепций, как обеспечить ее availability. Пару, как бы, философических концепций, которые стоят за fault tolerance системами. Ну, как я уже сказал, distributed applications, они, как бы, им свойственно падают. То есть каждый элемент нашей распределенной системы может в любой момент отказать. Мы не можем это предугадать, мы можем только этим жить. То есть принимать то, что, как бы, все может упасть. И, в принципе, нам нужно просто позволить каждому, как бы, компоненту нашего большого приложения падать тогда, когда ему это захочется. Но не просто падать, а по возможности падать быстро. Это важно, потому что, например, представьте себе ситуацию, да, вы, там, делаете какие-то вычисления ресурсоемкие. И по окончанию этих вычислений вам нужен какой-то внешний ресурс для того, чтобы получить какой-то результат. И вы, как бы, начали эту, как бы, операцию, делали, вычисляли, вычисляли, вычисляли. И потом хоба, и показалось, что в конце, как бы, вот тот ресурс, который нам нужен, он уже недоступен. То есть, что это означает? Это означает, что вот все это время, которое мы потратили, во-первых, мы его просто так потратили, да. То есть, просто так прожгли там цепу, занимали память и так далее. Но мы также еще потратили время нашего клиента, то есть, тот, который нас дернул. Вот, то есть, поэтому нужно падать быстро для того, чтобы вот избежать вот этой, как бы, ненужной потери времени, как со стороны нашей системы, а так и со стороны клиентской системы, которая работает с нами. То есть, если мы падаем, то давайте падать быстро. И если уж мы упали, то есть смысл подняться заново, потому что, ну, представьте себе, если там что-то упало, и оно не может подняться заново, то есть, у нас есть даунтайм. То есть, никто нашей системой не пользуется. И понятно, что если мы ее рестартанем, то, в принципе, она может принимать новые реквесты, то есть, обслуживать наших пользователей. Но мы обязательно при этом должны, как бы, сохранять логи, да, там, стэк трейс и так далее. То есть, все то, что нужно для того, чтобы потом в спокойной обстановке исследовать, а что же было причиной того, что мы упали. Но обязательно нужно рестартануться. Потому что это все о продакшен и для продакшен систем. Потому что только продакшен системы, которые доступные, они зарабатывают нам деньги. То есть, если у нас, мы что-то делаем, да, там, месяц, год, два, неважно, пока это не продакшен, оно не приносит никакого value. То есть, это просто мы что-то делаем, тратим какие-то ресурсы и все. Value никакого. И если мы что-то сделали в продакшен, оно не работает, то, значит, в принципе, мы, можно сказать, что мы ничего не сделали. Для продакшена важна availability, да, то есть, мы, потому что мы можем зарабатывать деньги, только если наша система available. Если она не available, соответственно, она не приносит никакого дохода. Availability production систем обеспечивается, ну, одним из таких, как бы, важных компонентов является resiliency. То есть, это устойчивость к каким-то, как бы, внешним воздействиям на систему. То есть, инфраструктура, там, сеть, падение, там, краш дисков, там, ну, в общем, все, что угодно. И одним из, как бы, компонентов availability, резилиенс является fall tolerance. Fall tolerance – это, как бы, резилиенс системы к ошибкам, которые происходят во время выполнения каких-то операций вообще, просто во время жизни нашего приложения. Вот. Дальше мы перейдем немножко к инструментам. Так как мы на Java Day, да, то мы рассматриваем только Java Tool. Дотнес нас не интересует. Одним из таких инструментов, с помощью которых можно построить, как бы, обеспечить определенный fall tolerance для Java приложения, называется J-Rugged. Он имплементирует несколько, как бы, паттернов fall tolerance систем. Также предоставляет возможности мониторинга. Но он менее такой, как бы, юзабельный и менее богат на фичи по сравнению со следующим Tool. В принципе, сегодня был доклад, к сожалению, на него не попал. Вот. Но, я думаю, мы не сильно пересечемся. А кто не был, в принципе, думаю, тоже будет полезно послушать. В общем, этот Tool называется Histrix. Histrix разрабатывается компанией Netflix. У нас они и пока не работают, но в США они занимают порядка трети трафика интернета. То есть, можете себе представить масштабы и объемы данных, которые они перерабатывают, и в каких условиях они работают. Так, это что такое? Хистrix также имплементирует ряд паттернов в fall tolerance системе. Позволяет конфигурить наше приложение в рантайме, то есть тюнить в зависимости от того, что сейчас происходит с нашим приложением в продакшене. Позволяет распараллеливать экзекьюшн, коллапсить реквесты, мониторинг также. То есть, ну, очень богатый на функционал. И, в принципе, она очень хорошо протестирована самим Netflix, так как они ее также используют в продакшене. Ну, в принципе, это все, что касается инструментов, которые можно использовать. Там есть еще, но, скажем так, вот эти два наиболее такие матерые. Дальше мы переходим к паттернам. Паттернам, с помощью которых можно имплементировать fall tolerance системы. Все паттерны будут, ну, я буду демонстрировать немножко кода. И в как бы базовой имплементации используется Хистrix как база, как foundation для имплементации паттернов fall tolerance систем. Одним из таких важных паттернов и, в принципе, наверное, наиболее знакомых для всех, ну, например, по GDK API, да, у нас есть много методов, которые принимают дополнительные аргументы, в качестве, ну, где мы можем указать таймаут для какой-то операции. Например, HTTP клиенты, да, они тоже предоставляют API, где мы можем указать таймаут для какой-то операции. Но, возможно, не все ими пользуются. Возможно, потому что мы не знаем, там, что делать, если таймаут все-таки произойдет. Вот, но, как бы, ими нужно очень, как бы, пользоваться, да, потому что это очень важно. Почему? Потому что, представьте себе обратно же ситуацию, когда мы что-то делаем, и у нас нет возможности это доделать. То есть мы обратно же теряем наше время, теряем наши ресурсы и теряем ресурсы наших клиентов. То есть лучше поставить таймаут, тем самым у нас есть, как бы, constraint для нашей операции, сколько она может выполняться. Если она в это время не выполнилась, ничего страшного, как бы, показываем ошибку, либо какое-то сообщение, либо еще что-то, ну, в зависимости от вашего юзкейса. Но важно выставить таймаут, потому что так мы не будем, как бы, блокировать ресурсы от выполнения более полезных операций. Либо, там, если попробовать еще раз, то, возможно, произойдет. Все хорошо выполняется. И, как бы, вот с помощью хистерекса этот паттерн таймаут можно выполнить, имплементировать следующим образом. В принципе, это только, как бы, конфигурация. То есть хистерекс уже сам по себе включает в себе возможности конфигурирования, сколько будет выполняться ваша операция. Вся магия, в принципе, происходит вот здесь. То есть ваш полезный код находится в методе run. И, как бы, хистерекс оборачивает выполнение вашей какой-то полезной операции в свой контекст. И этот контекст, он позволяет вам конфигурить. То есть мы можем выставить время, сколько будет выполняться эта операция. Это немножко лучше, чем, например, использовать GDK таймауты, ну, API, потому что, например, могут быть какие-то ваши операции, да, у которых нету в API возможности выставить таймаут на выполнение операции. С помощью же вот этого подхода вы можете, в принципе, обвернуть любую операцию и задать ей, как бы, четкий таймаут, сколько она должна выполняться. Если она не успела выполниться, то операция прекращается, и там тоже можно, как бы, задать поведение, что будет уже после. Но все зависит от вашего юзкейса. Следующий паттерн называется circuit breaker. В принципе, он работает примерно так же, как и обычный выключатель, да, света в комнатах. То есть, когда у нас контур замкнут, значит, электрический ток течет через этот контур и выполняется какая-то полезная работа. То есть, в нашем случае, эта лампочка горит. Если контур разомкнут, то это значит, что ток уже не идет через, ток уже не течет через контур, и, соответственно, никакая работа не выполняется, ничего полезного у нас нет. Circuit breaker в, как бы, software, да, примерно то же самое. То есть, когда у нас контур замкнут, то реквесты идут в систему. И мы получаем реальные респонсы от системы, с которой мы работаем. Если у нас circuit разомкнут, то, соответственно, реквесты уже не идут в систему, они либо возвращаются в какой-то фоллбэк, либо, ну, какое-то сообщение об ошибке, либо просто там выкидывается exception, и дальше вы уже его как-то интерпретируете. Но основное тут то, что вот эта, как бы, идея circuit breaker позволяет нам, как бы, уже перегруженную систему не перегружать больше и дать ей возможность немного очухаться. Когда у нас появляются ошибки во время, как бы, вызова, как бы, подсистемы, да, у нас circuit breaker переходит в состояние half open, то есть полуоткрыт. То есть мы поймали первую ошибку, мы дальше уже считаем, да, если ошибки повторяются, то, наверное, стоит разомкнуть контур и не пускать реквеста к системе. Тем самым мы, как бы, не будем давить ее еще больше и дадим возможность, как бы, через время опять дернуть. Если у нас все получится, то опять контур замкнется. То есть таким образом у нас происходит, как бы, изоляция фейла подсистемы и нашего фейла за счет того, что мы от нее зависим. То есть это очень важно для, как бы, обеспечения full tolerance production систем. И имплементация этого паттерна с помощью Hystrix, это также очень простая. То есть сам по себе Hystrix, это уже, как бы, имплементация паттерна circuit breaker, но мы имеем возможность, как бы, дополнительно его конфигурить. То есть мы можем выставить, например, изначальное состояние, да, как указано здесь. То есть circuit закрыт или circuit открыт, ну, для того, чтобы понимать, как бы, как оно будет работать. В принципе, все просто, никакой rocket science. Следующий паттерн называется fail fast. Его идея заключается в том, что у нас появляется, как бы, такой дополнительный health-индикатор, да, который периодически мониторит, ну, тут он называется fail fast guard. То есть его задача является в том, чтобы он мониторил ресурс, к которому мы обращаемся. То есть available или не available он сейчас. Если он available, то тогда fail fast guard позволяет нам, как бы, дернуть эту систему и получить какой-то реальный результат. Если же ресурс, там, по каким-то причинам не available сейчас, то наши реквесты не достигают этой системы. Соответственно, мы получаем fail намного быстрее. Мы не ждем пока, там, мы создадим, там, connection к этой системе, попытаемся что-то выполнить. И потом покажется, упс, она недоступна. То есть мы быстро сразу понимаем, что система не available и говорим, что, там, попробуйте еще раз, либо какое-то сообщение, какое-то сообщение об ошибке. В общем, что-то, что наш клиент может интерпретировать и решить, что ему дальше делать. И имплементация этого паттерна обратно же с хистерексом очень простая. Мы инжектим хелс-индикатор как параметр команды. И в методе run мы просто проверяем, как бы, если ресурс, ну, хелс-индикатор говорит, что система в нормальном состоянии, то мы выполняем к ней реквест. Если нет, то, например, кидаем exception. Да, у вас может быть, как бы, возникло такое сомнение, что, в принципе, мы же можем начать дергать, а потом окажется, что система стала unavailable. Но, как бы, это нормальная ситуация и, в принципе, ну, наша, вот, как бы, тут попытка загардить эту операцию, как бы, уменьшает количество вот этих фейлов. То есть мы заранее, у нас будет больше вероятности того, что мы знаем на момент старта операции, что она выполнится успешно. Вот, то есть вероятность вот этого будет намного выше, чем если бы мы этого не делали. Так, следующий паттерн. Ну, это уже up to you, как говорится, то есть, в принципе, это может быть какой-то пинг, либо хардбит, то есть, ну, все зависит от вашей конкретной подсистемы, с которой вы работаете. Следующий паттерн, который мы рассмотрим, называется ShedLoad. Его идея, в принципе, немножко похожа на предыдущую, но разница в том, что, ну, в интерпрайсе, да, мы, в принципе, очень часто работаем с какими-то legacy-системами. И у каждой legacy-системы, ну, ее никто не хочет трогать, ее никто не хочет улучшать, ну, работает, пусть сработает. Но у нее есть определенная capacity, да, то есть, сколько там, например, параллельных реквестов она может обработать. Если их больше, то, ну, она уже не сможет обработать и, скорее всего, что упадет. И, как бы, вот идея этого паттерна заключается в том, что мы, как бы, зная capacity этой системы, мы, как бы, гардим ее, то есть, мы смотрим, сколько сейчас она реально выполняет операций. Если мы еще можем одну, как бы, заскедюлить в нее, то мы это делаем. Если сейчас уже предел, то лучше вот эти все новые реквесты куда-то в корзину, да, или в топку, вот. И дать системе закончить то, что она уже делает, и потом, как бы, новые к ней зароутить. Таким образом, мы, как бы, да, мы, часть реквестов не получает, как бы, нормальный респонс. Но они могут получить респонс, например, там, какой-то дефолтный респонс, да, либо какое-то сообщение об ошибке. Например, представьте себе, ну, e-commerce сайт, да, там, розетка. У каждого продукта есть рейтинги. И, в принципе, когда мы заходим на страницу, если рейтинг системы не работает, то есть, она не может нам дать, какой рейтинг у этого продукта, то, в принципе, мы же можем, как бы, его все равно добавить в корзину и купить его. Но основная идея в том, что, как бы, вот, недоступность рейтинга не нарушает наш, как бы, user experience. То есть, система продолжает работать, хоть и работает в каком-то таком полурабочем состоянии. Но основная идея – это то, что, как бы, дать всему приложению функционировать дальше, обслуживать реквесты от наших кастомеров. И имплементация этого паттерна с помощью хистерикс обратно же также очень простая. То есть, зная капасити нашей подсистемы, мы можем выставить, например, сколько конкурентных реквестов мы позволяем делать к этой системе. И хистерикс, получается, будет смотреть, если это еще в норме, то реквесты будут достигать этой системы. Если нет, то там будет ошибка происходить, либо еще что-то. То есть, тоже очень просто и понятно. Понятно. Следующий паттерн, он, как бы, не совсем относится к хистериксу, но относится к, как бы, фолт-толеранс, к обеспечению фолт-толеранс. Просто часто у нас есть, как бы, такие задачи, да, которые мы можем, в принципе, выполнить немножко позже. То есть, defer the work, да, в принципе, паттерн называется deferable work, то есть, работа, которая будет выполнена немножко позже, чем, вот, возможно, нам нужно. И, например, такая ситуация, да, с репортами может быть. То есть, когда у нас нужен репорт, но для того, чтобы сделать этот репорт, нужно потратить там очень много ресурсов. То есть, мы, в принципе, заберем нашу капасити от наших кастомеров. Но, в принципе, этот же репорт можно выполнить, например, там ночью, да, когда нашим сайтом пользоваться не будет, и у нас будет больше ресурсов для того, чтобы это выполнить. И вот это, как бы, паттерн о том, что можно обеспечить определенную фолт-толеранс для системы, если мы будем выполнять какие-то хэви-вейт-операции позже, когда у нас, как бы, есть какой-то window, где у нас больше ресурсов для выполнения этой работы. Еще один паттерн, который мы сегодня рассмотрим, называется «Limited Threat Thrice». В принципе, из названия, наверное, тоже понятно, да. Основная идея это в том, что, ну, очень часто может быть, когда мы что-то дергаем, оно первый раз, как бы, может не ответить успешно. И, в принципе, если это, как бы, наш случай, то почему бы не попробовать еще раз? И тогда мы получим успешный результат, но тут, как бы, есть два нюанса. Первый нюанс – это latency, да, то есть если у нас есть какой-то SLA по latency, например, мы должны отвечать 200 миллисекунд, то, ну, как бы, максимально, да, ответ 200 миллисекунд, то вот если, там, два раза мы попробуем, как бы, ну, первый раз вызвали неуспешно, второй раз успешно, то вот это, как бы, два раза тоже должны, по идее, быть в рамках этих 200 миллисекунд. То есть если у нас есть эта гарантия, то мы можем это попробовать. А еще один момент – это то, что, как бы, retry, они делают дополнительную нагрузку на нашу систему. То есть это M плюс количество retry для каждого реквеста. Таким образом, мы, как бы, постоянно пытаясь перевыполнить, ну, не перевыполнить, а, как бы, выполнить еще раз какую-то операцию, мы больше делаем нагрузку на нашу систему. То есть тут нужно подходить, как бы, reasonable amount retry, должен быть, чтобы не завалить систему своими руками. В принципе, из тех шести паттернов, которые мы рассмотрели, это не все, их намного больше. Ну, как бы, у нас есть определенные рамки, да, в пределах, с которыми мы можем общаться. Ну, как минимум, я надеюсь, что вы получили, как бы, direction, да, куда двигаться, и какие-то идеи, как можно увеличить fold tolerance ваших систем. Дальше мы переходим к дизайн-концепциям, которые стоят за fold tolerance, highly available современными приложениями. Первый такой момент, о котором бы я хотел сказать, называется modularity. То есть это модульность, да, когда наша система, ее можно, как бы, четко разделить на отдельно стоящие компоненты, либо, возможно, даже выделить как отдельные сервисы, ну, buzzword современные, microservice architecture, да. Но, в принципе, это все ради того, чтобы понимать, что эта система делает, как она себя ведет. И если она делает не очень много, то мы понимаем, что ей нужно для того, чтобы она была устойчивой, чтобы она выполняла свои задачи в рамках поставленных SLA для нее. И вот, как бы, модулярность нам позволяет это сделать лучше. Следующая концепция называется redundancy. И, в принципе, это тоже что-то, не что-то новое, да. То есть мы знаем, что, например, для того, чтобы не иметь одну точку падения, да, single point of failure, мы делаем какие-то резервации. То есть часто наши аппликейшн сервера работают в кластер-режимах за каким-то load balancer. То есть тут у нас появляются redundancy для того, чтобы обеспечить определенный, обратно же, SLA и выдержать определенный load на наше приложение. Но redundancy, как бы, важно обеспечивать не только для функциональной части какой-то, но и, например, для данных. То есть если мы делаем там какие-то бэкапы, да, то стоит их хранить не только в одном месте, а распределять в разные места, ну, как минимум, хотя бы два. Чтобы у нас была возможность, ну, чтобы у нас была какая-то гарантия, что если система закрешится, ну, так как мы знаем, что distributed systems всегда крешатся, то наши данные останутся в целости и сохранности. Это очень важно для recovery, для того, чтобы в любой момент мы могли, ну, хотя бы с каким-то опозданием, то есть с потерей каких-то данных, но вернуться к работоспособному состоянию. Следующая концепция, в принципе, тоже относительно не новая штука, но в современном мире набирает все больше важности, потому что, используя, как бы, асинхронные подходы, мы получаем больше, тратя на это меньше ресурсов. Мы тратим ресурсов меньше за счет того, что мы не ждем, когда мы получим результат обратно. То есть мы что-то триггернули и, как бы, готовы обрабатывать что-то новое. И когда вот то, что мы триггернули, как бы, выполнится, вернет результат, то мы этот результат возьмем и отдадим тому, кто его запросил. И тем самым не тратя, как бы, лишние hardware ресурсы на то, чтобы выполнить эту операцию. К асинхронным подходам относятся, ну, блокинг-операция, да, это связано с файловой системой. Также вы можете достигнуть асинхронности, используя стандартный месседжинг, да, или GMS в Java мире. Ну и, как бы, в последнее время очень популярным становится реактив-подход, да, то есть когда обратно же мы не блокируем наши реквест-треды на ожидание того, что мы, вот, выполним результат скоро и вернем его. Мы скидулим какую-то операцию, выполняется она в бэкграунде, а этот поток, который обрабатывает входящие реквесты, может принимать уже новые реквесты. Следующий дизайн-концепции называется иммутабилити. То есть, ну, в принципе, наверное, многие, как бы, under the hype, да, вокруг функционального программирования. И все, в принципе, уже, наверное, знают, что, как бы, иммутабилити, как бы, данных для конкурентного программирования очень важно. И, в принципе, сложно с вами не согласиться, но оно важно также не только для, как бы, конкурентного программирования, но оно важно также для самого аппликейшена. То есть, например, если наше приложение stateless, то есть нам не нужно переносить какое-то состояние с одной ноды на другую, тем самым обратно же тратя какие-то операции, мы можем иметь больше возможностей для скейла. То есть, добавляем еще одну ноду, которая увеличит, как бы, количество счастливых пользователей нашей системы, потому что они будут работать с нашей системой, она будет отзывчива, выполняться быстро, и все будет хорошо. Но также иммутабилити очень важно для инфраструктуры. То есть, в распределенном окружении мы, как бы, работаем уже не с одним, там, либо с десятком серверов, да, которые можно залезть, там что-то подхачить, и все будет хорошо. Мы работаем с сотнями, а то и тысячами серверов, которые нужно конфигурить, которые нужно провиживать. И, ну, тут уже сложно себе представить, да, что, там, человек пришел на работу и с утра начал, там, сотни базы данных, рестартовывая, там, добавлять какой-то параметр. То есть, все должно быть автоматизировано, и вот то, что мы делаем с нашей инфраструктурой, в идеале это должно быть в какой-то системе контроля версий, в которой хранится все это состояние, и которое может в любой момент перевыполниться. То есть, мы имеем возможность восстановиться до вот какого-то состояния из того, что есть в нашей системе контроля версий. Это очень важно, обратно же, для рекавериабли. И это же также помогает нам обеспечивать должный уровень эволобилити нашей системы. Небольшое демо. Сначала немножко расскажу, что это за приложение. То есть, у нас такое небольшое демо-приложение. Получается, там есть два сервиса. API Gateway – это сервис, который принимает реквесты и который агрегирует респонс из-под систем. То есть, например, снизу у нас есть такие бэкэнд-сервисы, которые отвечают за какую-то конкретную функциональность. То есть, это либо выдают информацию о том, сколько там продуктов в складе находится на текущий момент, либо информацию по продукту, либо там прайс для этого продукта, в зависимости от того, кто пришел к нам. И API Gateway как бы это все агрегирует и дает конечному пользователю. То есть, у нас получается такая распределенная система, но тут, конечно, еще база данных, но эти детали я опустил. У меня есть небольшое видео с записью этого демо, чтобы оно было успешным, потому что всегда может что-то упасть. Как бы я сейчас стартую два приложения, ну то есть два сервиса API Gateway и Inventory сервис. Используется Spring Boot, поэтому как бы старт приложения это всего лишь там Java-Jar и путь к JAR-нику и все поднимается. В принципе, там как бы никакого rocket science, мы просто, я использую сервис, который дергает другой сервис, и используют Hystrix для того, чтобы как бы врапить между ними реквесты. Еще мы будем делать определенную нагрузку на наше приложение с помощью G-Metro, то есть там просто обычный сценарий делает реквест API Gateway и ждет от него какой-то респонс. И сверху будет открыто два окна браузера с Hystrix дашбордом, где будут как бы демонстрироваться вообще как бы состояние работоспособности нашего приложения в режим реального времени. В принципе, сервисы уже стартанули, как вы видите уже на нас слева, там не совсем видно, но в принципе это не сильно важно. Сейчас справа получается у нас консоль Inventory сервиса, а слева консоль Hystrix дашборда API Gateway сервиса. Ну и давайте сделаем нагрузку. Сейчас наблюдаем, что слева появилась какая-то рантайм информация и кружок красный, то есть это фейлы пошли. Сейчас получается у нас Inventory сервис гардится Hystrix, то есть к нему не идут реквесты. Сейчас мы еще сделали определенный лоуд и он уже достигает Inventory сервиса, то есть мы получаем на реквесты нормальные респонсы. А вот сейчас, если вы видите, то кружочек вот этот становится таким желтым или оранжевым, но все-таки это как бы close, то есть часть реквестов доходит, а часть реквестов возвращается как фолдбек. И тут у нас есть rejection, error, но если посмотреть, сейчас я покажу в Dimitri, то все реквесты будут выполнены успешно. То есть наш конечный пользователь, который пользуется нашим сайтом, он не видит того, что происходит где-то там. То есть для него все всегда хорошо. И как вы видите, то есть вот здесь вот у нас показано response code 200, но в качестве респонса мы получаем какой-то дефолтный реквест, либо там сообщение об ошибке. Ну в моем случае это дефолтный реквест. Но есть как бы реквесты, которые вернулись от реальной системы, то есть был вызов Inventory сервиса и вернута какая-то нормальная production related информация. Ну как бы основная идея это то, что несмотря на определенную нагрузку и падение backend системы, наша система целиком остается стабильной и продолжает обслушивать наших пользователей. Это все, что касается демо. Давайте немножко суммируем про то, о чем говорили сегодня. Современные системы, это в основном distributed системы и со временем они становятся еще более distributed. То есть для того, чтобы обеспечить определенный load на то, что мы делаем, мы систему еще больше распределяем. То есть выделяем какие-то регионы, в которых будут копии инстансов нашего приложения, для того, чтобы люди, которые живут в этом регионе, быстрее получали респонсы от нашего приложения. Обратно же, в распределенных системах ошибки, падения это нормальная ситуация. Это нужно принять и с этим нужно просто научиться жить, потому что мы не имеем возможности предотвратить, либо как-то предугадать то, что что-то упадет, а что-то не упадет. То есть мы делаем assumption, что все падает. Если у нас система устойчивая к ошибкам, то есть она может продолжать работать, если что-то отказывает, конечно, в определенном режиме, то у нас есть возможность ее скейлить. Потому что если она fault tolerant, то у нас есть больше возможности для скейлабилити. Потому что только на скейле у нас появляются ошибки. Очень много разных непредвиденных по сравнению с тем, что если мы на своей машине, на девелоперской что-то делаем, то у нас всегда все хорошо. А вот в продакшене, в distributed environment, там обычно всегда не так. И все это, то есть fault tolerance, это для того, чтобы наша продакшен система была available, то есть имела возможность обслуживать наших заказчиков. И мы получали какой-то профит от этого. Несколько референсов, да, то есть есть ссылки, немножко как бы углубиться в fault tolerance. Ссылка на хистерикс, ссылка на имплементацию паттернов, то есть они все доступны на гитхабе. Можете посмотреть и книжки, которые рекомендую почитать по fault tolerance. Особенно вот первая, это Releezed, Michael Niggiart. Относительно старая, но тем не менее там написано очень много полезного для того, чтобы сделать нашу систему устойчивым. Ну и вопросы? Есть вопрос такой, вот хистерикс, что он в своем арсенале имеет для саппорта, ну, redundancy, ну, то есть, ну, я имею в виду, например, там, чтобы ноды могли друг с другом, там, ну, как-то стейдж шарить между собой. Нет, хистерикс ничего в себе такого не имеет, то есть это просто тул, который позволяет обвернуть нашу операцию в какие-то констрейнты, то есть задать тайм-ауты, там, дать возможность нашей системе дернуть другую систему или не дать эту возможность и так далее. То есть он, как бы, заботится о том, чтобы целиком вот ваша коммуникация одной системы с другой подсистемой была здоровой. Вот, а redundancy, это, как бы, уже немножко другие слои, то есть есть обратно же, redundancy обеспечивается просто еще одним, например, инстансом, да, и наличием лот-балансера. У Netflix есть библиотека, которая позволяет, как бы, избавиться от этого лот-балансера, то есть лишнего слоя, и получается лот-балансер уже зашит в самом клиенте, то есть клиент знает, там, куда ему нужно идти, причем балансированно идти. Вот, но, как бы, хистерикс ничего только не делает. Окей, еще вопрос, там, вот, на демо видно было, что, ну, были какие-то, были какие-то фейлы, да, но для клиента это было, ну, не видно, незаметно. А какой там, ну, какая стратегия там использовалась, там, shadowing или что там происходило? То есть используется fallback, то есть если у нас произошла ошибка, то мы можем, как бы, вернуть какой-то дефолтный респонс. Еще в fallback могут быть другими, как бы, хистерикс-командами, то есть если одна команда не удалась, выполняем другую команду, например, вытащить данные из кэша. Если в кэше нету, то тогда только возвращается, как бы, дефолтная ошибка. То есть разные стратегии могут быть. А вот, например, стратегия такая, вот, как, ну, произошел fall, ну, то есть мы не получили данных, да, но мы знаем, что мы довольно быстро можем обратиться к другому инстансу, если у нас уже реализована, там, redundancy, да, мы можем, как бы, вот это хитериксом разруливать такие ситуации? Да, да. То есть в качестве fallback, как я уже сказал, может быть другая команда, которая может вызвать другую систему. Спасибо. Пожалуйста, спасибо. Спасибо за доклад. Скажите, пожалуйста, как вы оцениваете, по вашему мнению, зрелость продукта от J-Ragged или как-то первый, который перед хистериксом вы показывали? Ну, он относительно старый, и я, ну, не знаю, насколько его, как бы, широко используют вот в комьюнити, да, поэтому сложно сказать. Про хистерикс, ну, понятно, что он используется Netflix, то есть там он battle-тестит, там все нормально. То есть продакшен не можно уже? Спасибо. Спасибо за доклад, очень интересно. Вот вопрос такой, что я знаю, VMware используют на своих кластерах очень такой, там, и disaster recovery, и fall tolerance, и high availability, и hardbeat между лезвиями по Blade. Есть ли смысл просто довериться вот таким технологиям, не на Java ничего не использовать, а разместить свои системы, аппликашн, на вот таком кластере в VMware? Ну, плюсы, минусы, вот как на ваш взгляд вообще? Ну, на мой взгляд, это как бы стоит пользоваться, но не стоит только на это полагаться. Это обратно же ураганность. То есть полный комплекс, да, и чего-то того не нужно. Просто это же hardbeat, насколько я понимаю, они для инфраструктуры, да, то есть мы можем сказать… Инфраструктурная система ESX, она между собой общается там своими какими-то средствами. Можно сказать, что вот эта машина, ну, бокс какой-то, да, в котором запущено наше приложение, оно… Он доступен, но само приложение может там не запущено быть, либо оно упало и не поднялось. Виртуальная машинка, там какой-то гость. Ну, виртуальная машина, неважно. Ну, мы же не запускаем виртуальные машины, мы в виртуалках запускаем наше Java-приложение. Вот, но это ESX же, по идее, наверное, не знает ничего о Java-приложении. А как бы для нашего приложения, которое запускается на ESX, то есть там, по идее, важно именно то, что вот одна система знает о том, что вот другая подсистема, она доступна, и она может его дернуть. Хорошо, спасибо. Субтитры создавал DimaTorzok